Здравствуйте, уважаемые зрители! Этот ролик, по сути, является собой балладу о гитарных эффектах. Да, действительно, сегодня различные эффекты, выполненные в виде гитарных педалей, рэковых устройств, также есть виртуальные различные эффекты, это плагины, программы эмулирующие, различные гитарные устройства используются очень активно, и не так, корректористами, но даже и те люди, которые играют на акустических гитарах, тоже не пользуются. Поэтому мы поговорим, во-первых, почему назрела необходимость иметь эффекты, что есть общего у различного множества гитарных эффектов. Но я хочу сказать сразу, что здесь не будут звучать примеры их звучания, потому что такие ролики уже есть на YouTube, а мне повторяться не хочется. Я данным видео хотел бы запомнить ту нишу, которая как бы еще не очень затронута, или говоря по-простому, посмотреть на эффекты немножко под другим углом, заглянуть, как формируется звук. Итак, по сути, все гитарные эффекты можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся линейные эффекты, которые в меньшинстве. К второй группе относятся нелинейные эффекты, которых подавляющее большинство. Ну и чтобы понять, как они работают, давайте сначала рассмотрим сырой гитарный сигнал или необработанный. А потом посмотрим, как изменяется этот гитарный сигнал, проходя через какие-то гитарные приставки или другого рода устройства, которые позволяют добиться того или иного эффекта. Итак, гитарный сигнал будем рассматривать в виде колебания одной струны для упрощения. Будем считать это как обычное синусоид. Когда у нас струна не колеблется, у нас имеется определенного рода шум на выходе гитара. Это факт, почему он происходит. Я не буду углубляться, у меня есть отдельное видео, в котором я рассказывал, какие могут быть источники, влияющие на то, что идет шум. Дальше мы ударяем по струне, и звук начинает нарастать. И в какой-то момент он достигает максимального значения. И дальше приблизительно на таком же уровне он звучит. Мы слышим данный звук. А дальше у нас пошел спав, потому что струна это задухающее колебание. Ну и потом, когда все стихо, имеем снова шум. Так вот. Вот эти три области, то есть фронт, спад и огибающие называются. Но фронт, как и сигналы или нарастание, принято называть атакой. Если мы проведем линию через точки максимального значения амплитуды, это называется огибающая сигнала. В идеале она должна быть ровной линией. А дальше у нас идет спад. Вот. Ну и как вы поняли, как я уже говорил в предыдущих роликах, здесь у нас идет время, а здесь, ну пусть будет напряжение, да? Обозначено. Вот такой вид имеет сырой гитарный сигнал, если мы упростим. Дальше все зависит от того, какой эффект. Если у нас эффект линейный, то, как бы, гитарный сигнал, по сути, ну, вид свой практически не теряет. Например, один из ярких таких представителей линейных эффектов, это бустер. Бустер, или как грелка его, задача стоит в том, чтобы поднять амплитуду сигнала. Почему в этом бывает необходимость? Ну, бывает такая ситуация, что у нас идет целая цепочка эффектов, и переходя из одного эффекта в другой, наш сигнал потихоньку затухает. И надо его поднять до нужного уровня. Либо же, бывает такая ситуация, что надо, когда играет музыкальный коллектив, в какой-то момент времени, чтобы один инструмент вышел на первый план. Например, закончился там припев или куплет, солист молчит, и идет проиграв. Чтобы не просто несущий аккомпанемент, соло-гитарист в этот момент будет что-то играть, как бы беря на себя роль солиста, и чтобы его было хорошо слышно, он может использовать педаль бустера, чтобы этот звук соло-гитары выделялся на фоне других инструментов. Поэтому первый эффект бустер, он как бы для подогрева следует. Он относится к линейным эффектам. Ну и дальше переходим к нелинейным эффектам. В чем их особенность? Потому что в отличие от линейных эффектов, у нас в исходный сигнал, во-первых, идет искажение, и появляются такие частоты на выходе, которых не было на входе. Например, рассмотрим хай-гейновые эффекты. Это овердрайв, дисторшн, фуз, ну к ним и к раньше еще относятся, как легкий гейн. В чем их особенно? У нас гитарный сигнал поступает на первый усилительный каскад, усиливается, поступает на второй, ну и в зависимости от того, какой звук хотят получить, количество каскадов может быть самое разное. И получается, переходя из первого, второго и дуэнного каскада, сигнал усиливается, усиливается, в итоге он получается, что как бы вся синусоида искажается. И он уже обретает не синусоидальную форму, а другую. Например, если мы рассмотрим дисторшн, как одно из самых популярных педалей, то это один из классических вариантов искаженного, или, как говорят на языке музыкантов, грязного звука. Сигнал здесь уже не будет иметь такую округлую окончание, он будет срезан. Здесь это показано крупным планом. Ну и можем нарисовать его. Вот такую ступенечку. Как бы сигнал будет у нас здесь, как будто его обрезали. И поэтому звук будет искаженным. Да, вот в чем и принцип работы дисторшн. Благодаря этому искажению. Но здесь у гейновых педалей есть еще и недостаток. Как видите, схема, переходя от одного усилительного каскада к другому, у нас усиливается не только полезный сигнал, у нас усиливается и шум. Поэтому здесь будет иметь место шум большей амплитуды. Поэтому эти эффекты считаются более шумящими. И чтобы подавить шум, используется еще один гитарный эффект, который называется шумоподавитель, или noise gate. Вот мы уже с вами рассмотрели уже три гитарных эффекта. Но есть также эффекты овердрауна. Отличие от дисторшн его в том, что здесь идет не резкий, такая полочка, да, не резко обрезается, а более плавно. Обратите внимание на этот график. В синим изображена исходная синусоида, исходная синусоида, в зеленом вот здесь изображен овердрайв. Он как бы, не то уже, видимо, отличается от оригинального сигнала, но более гладко, как бы, идет искажение. А вот розовым, вот эти полочки, это у нас дисторшн. Поэтому напишем здесь, я выделю зеленое. Вот в чем их отличие. Поэтому овердрайв, по сути, является промежуточной педалью. То есть, если там не сильно накручено, он будет, ну, недалеко отходя от чистого звука, да, но если накрутить его хорошо, и еще с атакой бить по струнам, то можно получить звук, похожий на дисторшн. Да, дело в том, что в дисторшне никак чистого звука вы не получите. То ли гладите струны, то ли ударяете с ним со всей силы. А у овердрайва история немножко другая. Там это искажение зависит от силы атаки. Ну, и его не то ли, он применяется как и рок-гитаристами, и тех, кто на ханге, и хай-гейме играет. Также такие лирические натуры, как Эрик Клэптон, использует овердрайв. По большому счету, он является одной из самых универсальных педал. Мы с вами таким образом рассмотрели гейновый эффект. Рассмотрим еще некоторый динамический эффект. Тоже одна из универсальных педалей. Это компрессор. Давайте представим, что у нас есть сигнал, гитарный сигнал. У нас есть какое-то минимальное значение, да, амплитуды сигнала есть, какое-то максимальное. А вот это все получается в этой области, в этом диаметическом диаметре, диапазоне у нас находится наш сигнал. Но в некоторых случаях необходимо уменьшить этот диапазон, чтобы громкие звуки не так лязгали по ушам, а к тихим не надо было прислушиваться. Вот компрессор, что он делает? Он громкие звуки немножко делает тише, а тихие звуки немножко делает громче. Вот в чем заключается суть работы компрессора. Ну и перейдем дальше к эффектам, где используется низкочастотная модуляция. Это тремоло и вибрано. Слышали, тоже есть такие эффекты. В чем их особенность? По сути, тоже ничего сложного нет. Если в случае, скажем так, с оригинальным исходным сигналом насогибающие, ну, теоретически, будем считать, представляет собой прямую линию, то есть, получается, когда сигнал нарос, то есть, между атакой и началом спада, между концом атаки и началом спада, он, условно будем считать, имеет приблизительно одинаковый уровень звука. То в эффектах вибрато и тремоло делается так, чтобы этот уровень звука постоянно менялся. То есть, вибрато, получается, огибающее, имеет вот такой вот вид. Ну и в зависимости от того, как накрутят регулятор, этот прогиб, он может меняться. Поэтому сигнал тоже имеет вид. Получается, мы имеем низкочастотный какой-то генератор, который влияет на наши исходные сигналы. То есть, видим, что теперь у нас огибающая, такая неровная, сигнал тоже будет промодулирован. Но если мы сделаем так, что вот эти колебания будут от 100% амплитуды до нуля, и даже будет некоторой паузы, мы получим эффект тремоло. по сути, огибающая будет иметь вот такой вид. Если я только рисую, получается, мы имеем эффект тремоло. вот в чем он заключается. Также есть такая гитарная педаль, которая известна как квакушка. Или вах-вах, или вау-вау ее называют. И фишка здесь заключается в том, что у нас есть на какой-то определенной резонансной частоте амплитуда сигнала относительно поднимается. И в области полосы качания, обозначим ее, границы в этой области. Вот это может и есть резонансная частота. И таким образом получается вот этот звук кваканий, который дает эта квакушка. Следующая группа эффектов это связано с тем, когда на исходный сигнал налаживается его копия. Это всякие хорусы, дилейеры, ревербераторы, фленджеры. И они по сути похожи друг на друга, отличаются только тем, сколько копий налаживается и промежуток по времени между основным сигналом и его копией. Давайте нарисуем. Нарисуем одну полуволну сигнала. К нему через определенный промежуток времени может добавляться его копия. А еще может одна копия добавляться. В зависимости от различных эффектов этот промежуток времени ну пусть он будет там. Он может быть либо постоянным либо он может изменяться. То есть например если у нас здесь такой промежуток то здесь добавится следующий эффект аж через такой промежуток и видим что здесь ТАУ-2 как бы больше чем ТАУ-1 и суд заключается по сути работой в следующем что у нас идет как бы сигнал раздваивается у нас есть исходный сигнал который уходит он получается на устройстве и дальше один сигнал идет сразу без задержки а второй сигнал идет с определенной задержкой ТАУ-2 через некоторое время может поступать еще одноход без сигнала а во фленджере есть такой эффект сейчас вот этого намешанного всего возвращается назад на вход и получается как бы задержка на задержку не углубляясь в особенности можно заметить что-то эти дилеи хорус и ревербератор они похожи разница в том что например дилеи мы слышим например основной сигнал а потом слышим через определенный промежуток времени поскольку этот ТАУ для нас для человека разночен мы слышим как бы и пустился второй сигнал в других промежуток времени более короткий уже тяжело идентифицировать что здесь пошел один сигнал копия в хорусах например от слова хор даже созвучно могут несколько эффектов идти сразу как будто слышим объем создается вот в чем суть этих пространственных эффектов также есть и другие например которые работают с тоном есть октаверы которые добавляют у нас получается к основному сигналу сигнал на октаву выше или ниже то есть это же работа как это изобразить пример у нас есть основной сигнал к нему может добавляться на октаву ниже значит будет частота меньше а может добавляться сигнал на октаву выше значит его частота будет больше вот в чем принцип 10 октавера и подобных эффектов поэтому если разобраться то что можно сделать вывод что есть две группы эффектов лимия основным представителем который является бустер и большинство нелинейный которые изменяют форму исходного сигнала и вот это и есть основная особенность что суть это есть общий знаменателю эффектов что их задача изменить исказить исходный сигнал в этом суть электрогитарного звука потому что например при записи например когда вокалист записывает свою партию на микрофон пишется то тут звукорежиссера состоит задача изначально к примеру чтобы максимально точно без искажений передать голос вокалист или например если нам просто нужно с какого-то устройства например телефона там планшета через усилитель воспроизводить звук то наша задача тоже чтобы наша композиция без искажений передавала чтобы слушатели могли узнавать в гитарном мире как бы все строится на том что ломаются стереотипы которые изначально есть но конечно при записи гитары например на микрофон там все-таки работает вот эта прямолинейность ну а так эффекты создаются с помощью именно искажений и поговорим в конце о том почему же все-таки понадобилось придумать эти приставки если вспомнить изначально гитарном тракте он представляет собой электрогитару которая подключается в ламповую голову это как бы в одном устройстве предусилитель и усилитель и все это дело подключается в динамик к колонку которая называется гитарным кабинетом чтобы получить какой-то другой звук это либо сам гитарист может использовать разные техники либо крутить рукоятки на гитаре или ламповой или голове ну либо менять там гитару и не брать другой кабинет ну во-первых это стоит денежек и каждому не по карману и все равно как бы мы не хотели например тот же эффект хорус когда вспомните когда несколько свиного налаживается его самому очень тяжело сделать особенно если какая-то сложная партия играется и некоторые эффекты в природе просто не существует то как раз использование этих приставов помогает обогатить гитарный звук мы увеличим не только амплитуду мы увеличиваем как например с работой с октаверами где-то изменение частоты сигнал может изменяться фаза сигнал и вот как раз все это дает возможность получить такую яркую музыку ведь мы люди стремимся всегда к чему-то новому я надеюсь что этот ролик оказался для вас полезным пожалуйста оставьте поддерживающий комментарий напишите какой гитарный эффект является вашим любимым или какая цепочка эффектов вам больше всего нравится также хочу сказать что у меня есть ролики не только на подобную тему но и ритмы гитару как согласовывать гитару с ударными там как какие о различных там боях и тому подобное поэтому подписывайтесь на канал если вы это еще не сделали не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых роликов ну и большое вам спасибо что досмотрели этот ролик до конца до новых встреч на youtube до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...